МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Киевская бодибилдерша готова носить на руках мужчину своей мечтой. Я стараюсь прежде всего оставаться красивой девушкой. Железная Аня. Кто рискнет познакомиться с королевой спортзала? Я стараюсь прежде всего оставаться красивой девушкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем мечтает мускулистая красотка? Я стараюсь прежде всего оставаться красивой девушкой. И чем покорить сердце фанатки бодибилдинга? Я стараюсь прежде всего оставаться красивой девушкой. Секрет женского очарования заключен в хорошо развитой мускулатуре. Так считает киевлянка Анна Михайленко. Пока другие красотки подкрашивают губы и пудрятся, Аня измеряет объем бицепса и тягает железо в спортзале. Да, познакомиться с этой девушкой будет непросто, ведь ее основные увлечения – бодибилдинг и пауэрлифтинг. Но зато она готова на руках носить того, кто придется ей по сердцу. В прямом смысле этого слова. Смотрите, хрюпики или жебоки, перед вами «Женщина с большой буквы». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старайся, не старайся, но победить Анну Михайленко вряд ли получится. Эта нехрупкая красотка может легко справиться с любым соперником. Что же ощущает крепкий мужчина, проигравший женщине? Ну да, сначала кажется, что как бы возможно. Раз, два, три. Как бы победить. Но потом уже, когда начинает настоящая борьба, то есть уже очень тяжело. Нет! Такое ощущение, что как будто металлический какой-то провод, но хочешь согнуть, и не получается. А-а-а! Быть спортивной Аня мечтала с самого детства. Занималась акробатикой и каратэ, а затем увлеклась пауэр-лифтингом. Я с самого детства хотела иметь большую мышцу. Для меня накачанное тело – это просто красиво. Вот в три года я так считала, в семь лет я так считала. Для меня это прежде всего красиво. Выглядеть именно так, как я хочу. Накачав мышцы и победив на нескольких соревнованиях, сильная девушка занялась армрестлингом. Сначала боролась с женщинами. Я участвовала в чемпионате России по армрестлингу, заняла третье место. Затем стала побеждать мужчин. Я еще чемпионка Украины, России и Америки. Помните, к рестлингу – это когда девушка борется с мужчиной. Несмотря на необычный для слабой половины вид спорта и бицепс в 47 сантиметров, Михаиленко считает себя неотразимой. Я стараюсь прежде всего оставаться красивой девушкой. Спортсменкой, но при этом красивой девушкой. Можно иметь бицепсы объемом в 50 сантиметров, оставаться красивой девушкой. Можно качать 30, испортить себе внешность, быть страшной и вызывать отвращение. Красоту девушки отметили и в Европе. Анну без конкурсного отбора пригласили выступить на чемпионате мира по бодибилдингу. Мои фигуры сочли настолько уникальной, что меня сразу пригласили на чемпионат мира. На первом чемпионате мира я стала финалисткой, на второй – призеркой. Сейчас она собирает портфолио, чтобы покорить подиум. Для фотографа Татьяны Рыщенко работать с такой моделью – новинку. Когда видишь этого человека, это мышца. Ну и Аня еще вообще симпатичный человек, поэтому сочетание вот таких мышц, необычных мышц лица симпатичного, тоже очень интересно. Анна уверена, что добиться успеха в шоу-бизнесе она сможет так же быстро, как и в спорте. Тем более, начало уже положено. Девушку пригласили на главную роль в американском фильме. Я буду играть роль телохранительницы. Я буду вся такая милая, элегантная, симпатичная. Но в моменты злости, когда моему объекту охраняемому угрожает опасность, я становлюсь дверем. Похоже, что играть свою героиню Анне совсем не придется. Нужно просто быть собой. Очаровательной и сильной. Это была программа «Суп». И я ее ведущий, Иван Распопов. Только у нас самые необычные истории из жизни удивительных персон. Увидимся!